Итак, вот в таком вот виде, в большой телогречке, приходит данная модель. Продавец как-то вот непонятным образом выбирает какие-то телефоны, модели телефонов он пакует просто в МПП, или, как это правильно сказать, какие-то модели телефонов он пакует в телогрейки. Я телогрейки очень люблю, в них пересылать потом безопасно. Внутри дополнительно он добавил пупырками, и мы сейчас посмотрим, что же он так пытался сохранить. Наверное, защитную пленку и силиконовый бампер, хотя вряд ли. Скорее всего, он пытался сохранить такую вещь, как Asus Zenfone Selfie. А в моем случае я взял все три телефона, вот таких вот, как-то бриллиант он, по-моему, называется. Все, теперь у меня все три цвета пришло, и очень скоро мы сможем увидеть полноценный обзор на них. Я их выставлю как регулярные товары по цене Алиэкспресс в продажу, вы сможете их у меня заказать. Плюс доставка по России 300 рублей, Беларусь примерно 1000, Казахстан примерно то же самое. Ребята, собрал я все три варианта Asus Zenfone Selfie, которые у нас идут вот в таком исполнении. Это у нас называется Диамант, по-моему, Алмаз Бриллиант. Давайте я покажу, как они будут выглядеть еще раз, все три. Ну, в общем, вот такие вот три цвета. Каждая коробка имеет свой цвет. Сверху, вот они все три здесь, вот вам поближе, раз, два и три. Ну, собственно говоря, я подозреваю, розовый и белый я могу уже убрать, а вот на этот, как он у нас, этот цвет-то считается? Считается он пурпурным. Имеет 3 гига оперативки, 32 гига встройки и процессор 1,5 гига. А также, что интересно, 5,5 диагональ и обе камеры, что для себяшек, что тыльная, 13 мегапикселей. Итак, сейчас я вот эти уберу, и мы будем тестировать чисто один цвет. Я думаю, что немаловажным будет показать, что лицевая панель у всех черная. Да, и отличаются только задние части. Думал, пока телефон заряжается, да, я на него все поназакачивал, оставил его включенным, и он разрядился. Я вот думаю, пока все на него заряжается, возьму-ка я белый телефон, и на этот белый телефон надену чехол Милкин черного цвета. Это, конечно, наверное, неправильно на белый телефон надевать черного цвета чехол, но уж как есть. Меня очень интересовало, как... Ребят, у меня такое подозрение, что написано, конечно, что он для селфи, но если я возьму для Asus Zenfone Max, по-моему, он тоже вполне подойдет. А, были у меня некоторые опасения, что, например... Что это такое-то? Вы видите это? Ну, вот... Нет, я, конечно, понимаю то, что если у нас будет не Diamant, а какой-то другой, то вот чехол подойдет к нему, наверное, иначе, но отверстия-то должны были совпадать. Да нет, ну, это явно для... Даже не знаю, мне... А что, далеко ходить есть? У меня тут недалеко Asus Zenfone Max. Давайте посмотрим, от него это или нет. Вообще, конечно, тоскливо. Итак, вот он наш Asus Zenfone Max. И вуаляшеньки. Что мы видим? Мы видим, что данный чехол явно от Asus Zenfone Max. Да, об этом у нас говорит и то, что динамики здесь прячутся очень хорошо, и об этом говорит то, что прям вот все расположено именно под него. Но на упаковке упорно написано Asus Selfie ZD551KL. То ли какой-то китаец там перепутал, то ли что-то еще. Но в любом случае досадно, да, ребят? Я хотел вам показать, как работает чехол Asus с функцией Asus View Flip Cover. А функция прикольная, удобная, хорошая, но мы понимаем то, что это не получится сделать. Говорить то, что вот вы закажите другой чехол, вам придет правильно, и все будет работать, но нехорошо. Да, поэтому... Я ссылку-то, конечно, положу на этот чехол, но вот... И китайцу я опять же напишу о том, что друган у тебя там пересортится какая-то, и вышлет у меня правильный чехол. Да что ж такое-то? От руки к рюке. Вот, так что вот этой надписи верить нельзя. Ну да и ладно. С другой стороны, я вам показал, какие могут быть ошибки. Опять пришлось воспользоваться. Я вот единственное думаю, а зачем именно... Именно в первую сим-карту я хочу вставить. Не совсем я понимаю. Ну вот, раз у меня такое навязчивое желание есть, то надо мне себя побаловать. В лангетку это вставляется гораздо проще. Очень непривычно кнопка включения находится сверху. Громкость находится у нас вот здесь. Ну, вот она она, беда Asus. Заключается она в том, что банды у нас с ними различаются. А подобное было у меня на Asus Zenfone Max. У него не работал 4G. Ну, вы знаете... Да, 4G не написано. Значка нет. При этом... А чё ж передача-то такая слабенькая-то. Передача что-то слабенько как-то пулякает. При этом, если честно, вот положа руку на... Мы сделаем три раза тест. Вот. Если честно, положа руку на, получается то, что у Xiaomi, которые заявляют, что 4G есть, ну, прямо так, скажем, не шибко более скоростной интернет. Да, может быть там пинг получше. Я сейчас, честно, ребят, не вспомню. Но вот что точно, то, что у Xiaomi банды-то как бы вот такие, то что... Ну, да, передача, конечно, не 2. Да, ну, приём примерно те же самые 12, насколько помню. По получению, по-моему, вполне нормально. Ещё раз, да, у меня Beeline Москва. Да, на других операторах может быть иначе. Пинг плюс-минус одинаковый. Так вот выглядит скорость на Asus Selfie. В случае, если брать его с Китая. Быстро это или нет? Ну, давайте... Не знаю, где тут? Ютуб! Ютуб! Вот он, Ютуб. Ну, смотрите, да? Буферизация. Давайте, подождите, качество 720. Хоп! На 720 перешёл. Вот это, кстати, я. Замучили меня тогда, блин, тяжёлый костюмчик. Это постановочно, не обращайте внимания. Ну, в таком качестве. Буферизация вперёд убежала, вроде всё хорошо. Посмотрим, не знаю, там... Нашу же распаковку. У меня вот качество 1,080 есть. Непривычно громкость сзади. Значит, смотрите, 1080 качество есть. Просто то видео было заснято в другом, да? То есть, что ещё нужно для полного счастья? Скорости худо-бедно для просмотра потокового видео на этом телефоне хватает. Давайте вот с этого мультитач-тестера и начнём. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да? Я не буду ногу доставать. Десять касаний поддерживает. Это хорошо. Это очень хорошо. GPS-тест достаточно бодро цепляет спутники, учитывая то, что съёмка ведётся на балконе. По-моему, это вполне неплохо. Давайте посмотрим, как он это видит на, скажем, картах. Всё, шевелений больше никаких нету. Да? Видит вполне неплохо. Точность. Ну, смотрите, никуда не бегает, не прыгает. Скачек никаких нету. Вроде как всё хорошо. Так, давайте посмотрим, на чём потестируем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, думаю, наступила пора резюмировать. Значит, моё мнение какое. Достаточно непривычно находится эта кнопка, но, в принципе, привыкнуть к ней проблем никаких нет. Задняя крышка выглядит, ну, реально классно. То есть, вот, очень сильно она выделяется от стандартных гладких, да, то есть, в любом цвете. А что касаемо игр, ну, какие-то сложные, тяжёлые игрушки, нет, да, это не этот телефон должен использоваться. Что-то сложное, нужен игровой телефон с более большим аккумулятором, потому что 3000 аккумулятор, ну, он не позволит сильно долго в тяжёлые игры играть, то есть, ну, быстро достаточно сядет. То есть, да, надо искать что-то там от 5000 хотя бы, плюс-минус. Для кого всё-таки этот телефон? Этот телефон для тех, кто совершает видеозвонки, да, например. И для тех, кто любит делать себяшки, да, так называемые селфи. В этом случае вы будете получать великолепнейшие фотографии, великолепнейшее качество картинки, а будет всё хорошо. Мужчине или женщине он подходит больше? Вопрос сложный. Ну, то есть, вот, как бы, не мне здесь судить. В целом, аппарат прикольный, камера для себя, ну, вообще огонь, то есть, я лучше не видел ни у кого. То есть, у неё функция и качество гораздо лучше, чем у многих основная камера. Вот. Ну, в общем, принимайте решение сами. Подходит, не подходит. Пока в наличии есть, будет ли всё-таки это регулярный товар или нет, под вопросом посмотрим на спрос. Потому что всё-таки, ну, достаточно недешёвая машинка. 10 тысяч ей цена. Ну, это достаточно приличная цена для телефона. Засим всё. С вами прощаюсь. Комментируйте, делитесь видео, задавайте вопрос. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok